всех приветствую на канале разностранные интересы сегодня у нас опять вышел второй второй первый рой с этой вот семейки вышел первак я его решил посадить отдельной семьей старую матку мы уберем но она не старая матка вот с того года но факт том что хочу ее убрать и подсадить сюда матку бакфаста вчера мне пришли 4 матки 3 матки я подсадил одну этот желтый улей ну здесь тоже я рой высыпал первак убрал я старую матку и подсадил им в клеточки покуда молодую неплодную еще не выпускал и подсадил две в этот улей в этот там уже овощинка сегодня залепил думаю уже скоро выпустят так и осталось еще у нас одна матка это четвертая она там сидит чего двумя пчелами у меня загрустила немного то я решил высыпать сегодня этот рой покуда ездил райцентр развал хождения на машине делать туда-сюда уже вечер у нас где-то шесть часов вокруг обложила тучами на вас силы что рамок поставил сюда 7 8 и 8 можно сказать сот ну там с 8 этих сот две кормовые это сот отстроены третия тоже отстроена а то такие полу отстроены ну вот кругом небо обложено такое тучами видно с дождем сейчас я сважим на буду дальше рассказывать сыраем не важить 8 8 что можно сказать будем вытрушивать и покуда я туда-сюда обложила кругом тушами думал не высыпать сегодня уже с утра ну так как там матка сидит это бахваст загрустила думаю высыпаю я их сегодня и матку им клеточки по подложу старую сейчас мы отловим высыпаем вот через разделительную решетку старую матку мы на летке отловим она не пройдет матка здесь плодная молодая ну все выраилевые а так что решила поменять почти всех на бахваста сколько получится в этом году остальных том если все пройдет нормально получится у нас 4 семьи вот две будут полноценные с район что посажу злые пойду отойду немного пускай разлетятся злые ты сегодня этот рой у нас появился на самую верхушку груши туда на уровне проводов вот провода так появился он высоко высоко вот ветку я спилю видно вот спиленная потому что подобраться туда нельзя будут в лестнице стоит я спилил она упала но при этом пчел обтрусил перед этим чтобы на лету были большинство и потихоньку я их согнал районе долго говорить не буду надо вытрусить пускай заходят все может расскажу потому что погода не летная совсем не думал высыпать но так как матка бахваста загрустила что-то она прохладная еда хочет поставить сегодня так будем вытрушивать поправить доску отъехала треху раёк приличный о Продолжение следует... 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 8 200 из 4 700 3 3 с половиной килограмма рой бросили ему 16 рамок с этих рамок получаться 200 кормовые наполовину там потом вот пошли хорошо матку пошули 2 кормовые сота 1 просто сота и полу отстроенные сколько-то выходит полу отстроенных ну короче еще всем машине остальные уже полу отстроенные получается 7 10 и 6 полу отстроенных таких светлых сот бросили сюда 16 получается 7 машин и 8 до 8 9 а юбки запутались то получается если 16 самок то 7 дай всем машине 8 130 полностью отстроены для кормовые и пять сот полу отстроенных вот пошли матку пошли улей хорошо так дружно сейчас наверное хорошо . сниму чтоб шли быстрее того что погода не очень кругом может дождь любой момент пойти да хай сбегает три с половиной килограмм рой думаю на 16 рамок нормально а там через пару дней выпустим матку эту бахвост залеплю вашинка и чтоб сами выпустили до облетится если все нормально где уже у нас семья бахвоста еще одна и на тот год если еще получится поменяющих чтобы за раями не бегать может одну для интереса ставлю чтобы роилась и все тоже с такими светлыми у меня есть еще вот так посмотрю как говорил человек на мясо будешь отводки буду делать досажать открывая раевню опять да выгоняет немного пчел осталось да попробую расчетку с улицами все утекает погляжу чтобы маток больше не было ну кажись рой 1 первых то думаю не будет больше маток все тут же конкретно иди открою верхний леток шаш а потом нижний уже все верхний открыл что пошли через верхний что сверху буду наблюдать думаю маток больше не будет так как погода была нормально если бы задержались то могли бы быть со старой маткой еще несколько молодых а так погода нормально была днем то думаю маток дополнительных не наблюдается не будет села на палец и жарнула за пальцы не люблю грызуть больно бываю нерв попадает да погода не мата нападают сильно я их немного сбросил то за руки жаре буду со стороны наблюдать тогда вдруг дождь пойдет да к шифером прикрыли или пленка какой-нибудь чтобы не на машиной конечно я семью не хотел это разделять обе не разделял не отсаживал рая ну так как матка стоит надо подсадить куда-то то решу я все таки это трое засыпать да и на этом будет дело закончено засыпал от матку выпущу потом и все идут потихоньку ворушить не буду то что злятся за руки пытаются грязануть и так сегодня снимал с груши до капку саль то что неудобно высоко до колотила упали на районе снизу она висела до стукнули так напали сразу всех беспокойные обложила кругом тучами не знаю что и не делать забежать быстро не могут решетка мешай сидя тут хай заходит он через верх пошли через верхний леток там решетки нема открыты сейчас я сниму поближе пас попробую снять но густо с обычной рой красивенький такие пчелы красивые они вот видно светлые тоже даже на бахваста похожие ну не все есть такие сероватые вот есть с желтыми полосками хотя матка одна наверное от разных трутней по линии идет так вот те что сероватые ниро и райливые пчелы немного ну зато и мед хорошо носят а вот эти что желтопузенькие такие крупные более тоже неплохо правду не относят ну тоже раилевые если все нормально то на тот год если все перезимует и облетится вот сейчас эти плотки то уже на тот год где у нас 5 семей бахваста остальные наши местные ну не знаю я наверное всех местных не буду сводить пускай тоже будут а может и среду лучше съездим в лес раи половин в лесу тоже интересно рои ловить особенно если на ловушку прилетая до наблюдать вот и через верх пошли видно с краев заходят пускай я им корма дал работы матку свежую вы видели сразу я принес эту молодую матку она такая не веселая ходит еле-еле уже все таки просидела ночь и день заперти с двумя пчелами хотя поставили на грубу позавчера топил ночью было 7 градусов всего тепла так там так немного тепло было но все равно прохладно для пчелы для матки особенно вот такой вот райок 3 получается 35 килограмма приличный рой тот был четыре этот три с половиной и раньше что посадил 1 не помню сколько там кто-то в комментариях писал посчитал не запомнил я б може их и не рассаживал этом году мы решил расходить и поменять маток просто на раю проще меня особенно на первую отловил старую подсадил новую еще пчелки такие красавицы узатенькие и желтенькие и перемешку с этого вот зеленого улья вышли вот это вот радом рада михи сажают матку нашли рашотка не пригодилась даже правда если без рашотки сыпанованы быстро забежали той матка забежала так покуда матка наша это покуда пчела заходила медленно так матка наверху тусовалась на на этой густе пчел вот уже снизу почти все сошли остались только здесь если что шиферину на крышу положу да злуются заберу котовника веточку то что на котовник посели забросить на улей за надо крыши перекрывать то под низ пленку так вот прикрутили под рубероид то пленка под рубероидом уже пошла тоже хорошо этим вон окрывать как он называет всех на ли коль такое толстая трехслойная она на стекло ткани ну а здесь вот стали под низом это все не перекрою второй год никогда все туда-сюда то старые куски отходы по находим покидал а вот новый накрывал я то так вот тут опыт пираю крышу на на завесах у меня за треху по продавливала здесь тоже пчелки желтые хорошие в этом улье вентилируюсь работой здесь тоже в том году роя посадил серая пчела и желтая в пирамешку все не роились 18 рамок расплода мора и для надставки будут роиться так уже рой крупный люди не знаю даже наверное тоже отсаживаешь хотя уже улья в нема таких штук не один еще улья почище года туда мой посажу или назад высыпу до надставку трещу бомбану енды старую матку беру потом через ней 6 переберу чтоб молода одна осталась да еще да будет сидят рой наш что тут поглядим сейчас в район не бегает троху сейчас а их поставлю рядом да по выкидали уже почти зашел рой осталось вот здесь меня на летку сидеть как меня хороший жменью килограмма полтора может вот килограмм зайдут потихоньку матка улья и основная масса пчел улья напоследок сейчас сниму близко красивый район пойду вокруг в том году мы в этот улья уже заселяли пчел на их продал семью целую будем заселять а что делать экспериментировать матками сейчас это у нас позволяет много кто выводит новых маток этих от бакфаста карнику хотел на человек сказал что карнику это ждать надо будет до 30 одно ждать другое что вот троится сейчас сама рояться да что так сейчас мать матки этой кстати мне посажу вода еще карнику если что так на тот год ну карника говорят троится немного если зажать похуже немного за бакфаста по строению но по медосбору лучше и экономная а бакфаста так лимузин тут много корму расходует и весной видели а показывал всем и бакфаста на 11 самок осталось корму наверное на рамке 1 диаметре 10 сантиметров и все так за зиму еще съели и зависну хорошо что хоть канди подложил зато бакфаста не роелил я уже в этом году я много таких катал что наверно перейдущи все таки на бакфаста да будя летом время и в лес ездить на рыбалку готова сейчас до 7 вечера дома сижу наблюдаю это сегодня единственное что утром но это ты ослабил удвулся сам съездил развал схождения на машину сделал вернулся на ваш чурамок оттуда и подготовил все и с вами засыпали его заселили вот тут я пришла уже почти зайдут похода туса медленно идет хотя чего небо все небо обложила вокруг на днами ясно вот такая вот тут я здоровая это нависла занят сырая нездоровая нас все время так вокруг дождя тут в селе у нас его не дождешься немного по пересыхала все медосбор не будет если дождь не пройдет уже месяц не буду так что будем ждать дождя зайдут чел дыхай хорошего валить на этом будем заканчивать всем удачи ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем до свидания